ребята привет сегодня у нас большущий обзор возможно который выйдет на несколько серий этот обзор вы правильно поняли toyota edgy cruiser но это больше будет обзор про свободу которую дает эта машина мы поедем в одно из самых красивых мест мира на этой планете по моему личному рейтингу хасанский район бухта витязь в этом видео мы не будем говорить только про тюнинг g cruiser of как любят это делать на ю тубе мы поговорим про муки выбора среди джипов мы поговорим про все-таки противник мы поговорим немножечко мы поговорим про приморские места красивые труднодоступные что может эта машина что не может здесь будет очень много красивых кадров мы будем готовить полевую еду мы будем ночевать в палатках мы будем купаться в море еще много всего будет в общем заварите чайка садитесь поудобнее поехали ребят ну что насущный вопрос это расход на и в джухе сейчас мы проверим прям на деле то есть заправляем полный бак докатываем до места b где у нас заправка будет 2 заливаем смотрим сколько мы залили делим на километраж сейчас мы на доме три замерим и получается у нас будет честный расход в принципе в боевом состоянии автомобиля то есть мы гружены у нас 33 колеса будем ехать где-то там 100 120 вот и затестим сколько расход реальный у автомобиля с пробегом 95 тысяч так смотрите заправляю один джер 95 бензином кто чё пишет то 92 заправляет говорят что это старый мотор ему высокий октан не нужен вот я заправляю 95 но зимой при минус 25 у меня была машина заправлена сотым бензином сдуру заправил у меня машина не завелась и потом не опытные механики сказали вообще нельзя с таким октаном заправлять этот мотор потому что мотору плохо что-то мне объясняли что там какие-то эти в этих камерах там слишком ну ну в общем мотор разрушается вот от 98 и от сотого бензина поэтому вот 95 92 вот ну что ребят поехали да есть пробка из-за плохих дорог но здесь вот ее прям ремонтируют но есть плохие дороги и ремонтная работа не ведутся и вот хорошем джипе ты можешь объехать всю пробку по плохой дороге ребят но начнем с истории как я вообще пришел к покупке fg крузера когда я себе купил водный мотоцикл мне понадобилась машина которой я буду спускать гидроцикл на воду это я выбрал бюджетный вариант я выбрал себе пробок с пятидесятом кузове у нас был на него обзор это до сих пор у меня эта машина есть она моя самая любимая работает в компании но и частенько на ней езжу но в прошлом году мы ездили бухта три озера это север практически север приморского края я туда поехал несколько дней и при выезде с этой бухты там есть горочка такая с хорошим уклоном и она знаете такая глиняно-песчаная такая в общем не грязь но есть за что зацепиться колеса вот а на пробоксе мы поставили колеса 195 красивые то есть чуть-чуть он такой пошире стал и даже без водника он где-то на них проскакивает но потому что у тебя пятно контакта меньше мотор полтора литра вот в общем он пробуксовывает тачка легкая я давай выезжать соответственно с водным мотоциклом я давай выезжать с пляжа через эту горку и на середине я не могу я остановился он такой и начинают колеса проскальзывать и я не выезжаю с водником я останавливаюсь посередине этой горки и все я не могу ехать надо себе купить какого-нибудь джипа чтобы кататься по краю и возить с собой водник ну и вообще можно себе прикупить технику посерьезнее и полазить по краю и начались муки выбора первый вариант купить старого джипа который уже в россии очень много криминала распилов конструкторов переваренные рамы конструкторы оформленные распилы оформленные там такая катавасия я однозначно отмел этот вариант вариант номер два купить документы с рамой либо очень старого ушатанного джипа неплохой вариант как он сурфа можно взять ну 80 я не особо рассматривал бихорн туда же потом можно было взять pajero на 4 м 40 2 и 8 дизель в принципе вот такие вот хедлайнеры такой старой школы джиповская равны найти документы с рамой это проблемно очень все продают еще у тебя птс к птс к тоже может быть на криминале ну то есть она оформленный конструктор там и прочее то есть тебе может прилететь аннуляция принципе в любой момент а ты уже построил проект ты вложил уже денег тебе приходит письмо то что перерегистрация невозможно ну так себе вариант вот и обычно вот эти птс ки продают еще просто с кусками рамы то есть и ты должен привести конструктора и вот этот кусок рамы варить в выварить родной кусок рамы и варить вот этот с номером ну тоже так себе история потому что на осмотр в гаи ты не поедешь так потому что тебя заберут машину если увидят то что у тебя деланная рама можно было найти старый джип снять кузов снять ходовую снять мотор и на эту раму одеть все новое то есть привести конструктора и на раму все установить и у тебя машина полностью в легале но вопрос у тебя рама в каком состоянии даже если и от пескоструить в общем тоже сколько она проживет но я думаю на мои там 35 лет сколько бы я владел этой машины мне хватило варианты следующие джим не купить какой-нибудь джим не даже сиерра у которого полтора литра мотор у него рама тоже придет на него фаркоп ну такое себе то есть это все равно маленький мотор это в принципе ну чуть более прокачанная версия про боксов купить какой-то кроссовер неравный но там с объемистым мотором условно говоря highlander какой-нибудь или rx lexus но эта тачка она не совсем про какие-то там поездки на море на природу через ветки ты не поедешь на этой машине купить что-то современная рамная вариантов немного у тебя форанер американский у тебя prada у тебя fg cruiser ну и в принципе все но и там какие-то джип рубикон я не рассматривал я даже я решил о вот этот вот вариант наверное вот все-таки для меня и первую машину из этого сегмента я вспоминаю я вот до сих пор не понял зачем я это сделал я посмотрел дизельного 2 и 8 прадика машина нормально но это очень популярная вот сейчас июнь 22 года сейчас просто prada покупаем каждый день на них заходит по несколько депозитов в день потому что рубль сильные и то есть прадики которые стоили раньше там 4 миллиона сейчас его можно взять за 2 и 9 за 3 миллиона то есть сейчас то вообще бестселлер просто по продаже машина хорошая но я называю эту машину проституткой потому что на ней ездят все она дает всем молодая девушка взрослая тетя дед молодой парень взрослый мужчина на ней могут оказаться за рулем абсолютно все категории водителей я подумал но дизелек 2 и 8 я потом смотрю на эту машину чем я думал но она абсолютно не харизматична абсолютно и тут мой друг арсений который купил себе gx 470 он мечтал об джакузи вот его мне закидывает ссылку на fg который продается на вот этого джи который продается владивостоке правый руль 2015 год черный с белой крышей стоковом состоянии абсолютно ничего не сделано ни колес вообще не лифта никакого абсолютно никаких изменений только с завода идет арб багажник цена ниже рынка интересно я поехал его посмотрел мы прокатились и джей как и джей но эта машина она обладает таким качеством что к ней невозможно относиться нейтрально ты смотришь на и джей тебя либо тянет болевать от него либо ты влюбляешься в него у меня было принципиальное решение что я буду джей смотреть только стокового потому что я не хотел брать уже с каким-то тюнингом не хотел брать там два-три хозяина каких-то и прочее и тут беспробежный вариант на тот момент практически год назад когда я купил тогда fgs аукцион на правом руле они в 2018 году закончили производство на внутренний рынок fg выходили 3 200 3 500 потому что их мало за них вываливают денег на аукцион и это такая уже ценная машина сейчас еще дороже цены вот и здесь беспробежный вариант в полном стоке человек его привез проехал там по 3-4 тысячи не поставил на учет и накатался наигрался и продал машина в отличном состоянии по лакокрасочному по салону и все гриле о какой хороший джей кто его видел но и так я стал обладателем этой машины ребята вот вот этот звук такой гул какой-то похоже на бас может быть от музыки это вибрирует крыша то есть вот руку представляешь и слышишь вибрацию появляется на от 80 если ветреная погода то эти звуки еще сильнее и это началось после того как я установил определенный тюнинг сейчас остановимся я вам покажу что дает эту вибрацию ребята эта проблема которая нежданно-негаданно нагрянула из-за люстры это аврора то есть но джиповоды знают этот бренд то есть вот здесь вот такие вот кольца крепления вот ну вроде все жестко затянуто вот вот это все протягивалась на ветру где-то начинают 80 люстра начинает входить в резонанс начинает трястись передавать на багажник вибрацию этот резонанс и трясется вся крышей появляется этот гул вибрация как устранить кто-то говорит нужно просто поменять положение мы поменяли положение сделали ее пониже выровняли ничего не поменялось не скорость не увеличилось на которой она входит в резонанс ну в общем ноль изменений кто-то советует поменять крепление на более жесткие но эти тоже ну хорошо ну массивные металлические все протянули все хорошо ну попробуем еще поменять крепление если не поможет то либо смириться то что ты едешь 80 плюс и у тебя вибрии то есть 150 скорость тебе не доступна вообще даже 140 ну прям не комфортно ехать вот поэтому если тебе где-то не нужна люстра то ее просто не знаю откручивать скидывать в гараже ехать без нее ну либо ехать со скоростью там но не более ста вот такая вот проблемка если у вас есть опыт вибрации вот таких вот элементов нештатных как вы победили это напишите пожалуйста комментариях а мы остановились по пить чайку чай с дымникой это ягода называется клоповка растет на сахалине и в советскогаунском районе вот реально вкус дыма ребята дальневосточники кто с сахалина я думаю вы знаете эту ягоду даешь при море кому-нибудь ну там чай попить с ней на или попробовать варенье или перетертую сахаром не матушка делает передает мне контейнеры ну даешь какому приморцу попробовать ну любому кто не из гавани не сахалина они они не понимают что за ягода пытаются там угадывать и что это 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 какая-то клюква там гадают 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 потом я им рассказываю не реально есть такая ягода а кстати с ней путают эту как ягода волчанка по-моему называется или как тоже похоже форме сердца растет вот она похожа на клоповку но это не та ягода от нее можно отравиться ребята и началась эксплуатация джеб вообще не было никаких планов там по тюнингу просто хотел поставить фаркоп и ну там это был конец летом 21 года просто покатать водник на север на юг края покататься по краю по труднодоступным бухтам вот поэтому планов не было никаких вот в первый день я там поехал на русский остров с друзьями и я заметил одну штуку что на каких-то определенных оборотах при разгоне появляется вибрация буквально где-то несколько секунд то есть где-то там 200-300 оборотов вот она продолжается как только подашь газ кона пропадает и оказывается это популярная проблема и все грешили на гидротрансформатор трансформатор а кпп то что его под замену либо нужно его вскрывать менять ремкомплект вот кто-то лечил подобную проблему присадками было принято решение поменять точнее не поменять а реанимировать гидротрансформатор чтобы его достать нужно снять а кпп сняли автомат сняли гидротрансформатор он называется еще в народе бублик этот бублик отвезли механику который занимается автоматами 12-13 тысяч рублей он реанимировал разрезал его поменял ремкомплект что-то там еще но в общем там какие-то там манипуляции делает он полностью это не рассказывает потому что это его секрет заработок возвращает бублик ставим на машину качусь а проблемы нету какой кайф вот поэтому в интернете кто-то там меняет подушки двигателя кто-то там вот лезет вообще в такие дебри ребята проблема простая вам просто нужно реанимировать ваш бублик гидротрансформатор автомата это проблема вибрации ребята едем по трассе и поэтому можно обсудить езду по трассе мы говорим про штатную ходовку то же самое что и прадик то есть так как здесь рама чуть-чуть покороче чем у прадика 120 эта машина плавает и постоянно рыскает по дороге вот то есть она постоянно хочет где-то прилечь поспать постоянно в любых поворотах если у вас комплектация либо вы ищете джея и там комплектация не trial темс по называется либо trd то у вас будут штатные стойки здесь еще стоят сейчас 33 колеса поэтому это все равно то есть она еще менее управляемая чем на шоссейной резине забегая немножечко вперед это я хотел сказать в плане доработок что я хочу сделать это поставить сюда стойки бельштейн 51 2 0 почему именно эти стойки потому что они еще дают возможность лифта самый максимум это два с половиной дюйма но этой машине она только будет к месту она все равно останется мягкой вот и можно будет так как у них у всех передние части они занижены штате то есть и можно себе только стойками настроить себе поднять морду и это заднюю часть оставить так как она есть по высоте вот и получится маленький лифт по трассе эта машина конечно же какие-то ямы неровности трамплины она все проглатывает вот но все равно ей нужно постоянно управлять то есть как-то на лайте там двумя пальчиками за руль нет не получится ей управлять то есть постоянно нужен контроль особенно на скоростях там 120 и выше максимум я ехал по трассе 160 180 никогда мне не шел даже на шоссейной резине она 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 не управляемая самый лучший джип на котором я преодолевал трассу это был land cruiser 200 у тебя там яма впереди да короче просто там ходовка там тут отработала и все там даже какие-то джи эльки там но там топовые кроссоверы от европейцев они так не смогут то есть у тебя там погнутый диск у тебя грыжа будет и еще прочие неприятности вот 200 конечно уникальная тачка на тяжелее чем и джей тяжелее чем прадики шире база вообще другая машина то есть она вот самый топ на котором я ездил между городами на второе место это поставлю fg когда ты ставишь сюда нештатную резину машина становится менее управляемый где-то если ты чуть-чуть в поворот слишком как бы надавил педальку и ты зашел не на той скорости ты можешь просто вылететь из трасс у меня пару раз такое было то есть когда ты ездишь на разных машинах там у тебя легковая у тебя там пробокс там то как бы садясь в fg иногда чтобы поехать в какой-то trip ты ведешь машину по привычке то есть ты в повороты где-то входишь как практически на легковой либо на маневренном кроссовере но увы эта машина не прощает этого поэтому можно оказаться на крыше в кувете поэтому все что вы ставите нештатное колеса вы делаете машину повыше лифтом машина становится все менее 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 управляемый так мы приехали на заправку сейчас мы проехали 147 километров сейчас мы зальемся до полного бака посмотрим сколько мы залили литров поделим на количество километров и узнаем реальный расход ехали где-то вот 80-120 не больше ну что мере 30 30 литров а ты знаешь как считать ребята 147 почти 148 километров мы проехали заправили 30 литров ровно прям под жвак посчитали и получается расход 20 с половиной литров это по трассе 80-120 нас два человека мы ну груженный нормально еще сверху бокс большие колеса и еще у нас сопротивляемость очень высокая мало того тачка сама по себе она не обтекаемо не аэродинамичная так у нас еще и всякие штуки наверху там это люстра это тент сбоку и багажник бокс но расход нормальный поэтому кто там рассказывает у него расход 11-12 я не знаю как на таких машинах даже на штатных колеса ездят люди с таким расходом это все сказки а ребята вот здесь вот прям какое-то сборище прадиков три штуки целых вот и здесь назревает вопрос эти люди купили себе проходимые внедорожники рамные но почему-то оставляют их наверху и гуляют пешком против гуляния пешком ничего не имею против но сколько я раз видел когда я на gx просто потом вот таким вот дорогам я просто лечу не жалея машину но как ходовка работает там страдают только втулки стабилизатора которые в круг стоили там 10 тысяч рублей поменять на gx а вот эти прадики еле-еле-еле крадутся всю дорогу ты их объезжаешь просто столбом пыли и типа а зачем покупать вот такую крутую тачку и блин и не ездить как ты хочешь вот и вот здесь мы тоже видели пару машин которые еле-еле едут вот поэтому здесь еще вопросу ты покупаешь джипа ради чего просто ради большой тачки либо ради свободы свободы скорости на любом покрытии а ну как вам природа бомба это мы еще цвет моря не видели сейчас вам тут кадров покажем в непале когда тебе нравится вид но в гималаях там есть на языке жестов как бы то что ты любишь то что ты видишь это вот такая эти сердечко вот здесь можно даже применять ребят ну что добрались до места где будем разбивать лагерь какая прекрасная бухта возле скалы будем ребят ну что ставим палатки разбиваем лагерь сейчас будем готовить еду на костре вот в общем будем кайфовать концу дня поставим свет еще тоже поговорим про и джухи про грязь вообще стоит ли иметь в своем арсенале в своем автопарке вот такие вот автомобили для чего никто их покупает зачем и прочее вот в общем поговорим разговоры не отключать ребят плюсы и минусы fg крузера давайте начнем с позитивного первый плюс это очень простая машина технически то есть когда тебе ставят сигнализацию там электрики тебе говорят здесь как в пробоксе все то есть но это немножко минусы по поводу того что у тебя допустим пандора не виде сколько у тебя там осталось в баке она у тебя не видит сколько аккумулятор сколько вольт он подразрядился либо еще заряжено это особенно актуально зимой вот а так но автозапуск работает никаких систем до закрывания окон но это ничего не будет работать то есть все легко чинится ничего не ломается вот в таких полевых условиях вот и если только у вас что-то по вашей дерзости в плане где-то пролезть там вы там ну что-то хотите покорить какое-то место и там что-то оторвали но вот тогда у вас что-то сломается вот а так в остальном машина простая второе машина очень ликвидная но ликвидная она в определенном сегменте то есть автомобили которые куплены в до двух миллионов в двух миллионов все продается очень быстро только выскакивает fg cruiser какой-то там за вменяемую цену там в районе как я говорю 2 миллиона все он там один два три дня он вычеркнут машина это уже третий плюс машина очень проходимая и даст вам возможность залазить в очень красивые места в очень недоступные места даже в стоковом состоянии машина обладает очень высокой проходимостью даже на обычной резине можно заехать прям далеко четвертый плюс это идеальная болванка для реализации своего творческого потенциала потому что весь тюнинг это творчество и здесь если вы берете машину в около стоковом состоянии либо там но что-то по минимуму там сделали предыдущие хозяева у вас еще если у вас есть желание финансы то вы можете реализовать свою творческую энергию и просто творить вот но менять можно вообще абсолютно все в салоне входовой везде следующий плюс еще назову то состояние которое вы ловите от владения этим автомобилем когда у него садитесь у вас прям вот просыпаются какие-то я говорю про мужчин ты чувствуешь себя на каком-то суперском просто пепелаться что ли я даже не знаю как его назвать то есть у тебя внутреннее состояние она повышается то есть ты себя чувствуешь мужиком на джи крузере ребята минусы у этой машины есть минусы и их наверное даже больше чем плюсов но минусы они небольшие и не перекрывают плюс но давайте по ним пройдемся первое это я хочу сказать обзор очень маленькие зеркала лобовое стекло вот по таким углом ну не хватает мне обзора слишком толстые стойки они тоже где-то перекрывают какие-то столбики ты не видишь даже в передней части своего автомобиля частенько кита веточки там столбы и задняя стойка она просто перекрывает весь обзор когда ты выезжаешь допустим с правой прилегающей дороги хочешь выехать на основную ты ничего не видишь и ты просто вот так вот там пытаешься обернуться но это очень дтп опасно и я несколько раз не видел автомобилей выезжал просто наугад вот мне сигналили там несколько раз вот но в общем как бы пока везет и дтп не было но обзор отвратительный на этом автомобиле следующее это то что следующий минус автомобиль в городе абсолютно бесполезен те кто юзают этот автомобиль на постоянной основе он у них единственный в семье это просто бредятина у тебя 2 200 килограмм у тебя здоровенный 4 но по нынешним меркам очень большой мотор 4 литра там 200 там 40 лошадей 270 без разницы у тебя все механического у тебя там не отключаемый там знаете как в тундрах там у них там горшки какие-то отключаются в целях экономии здесь ничего такого нету здесь все простое здесь у тебя постоянно крутящиеся механизмы вот и когда ты стоишь пробки когда ты используешь машину в городском цикле обычно в городской среде это все бессмысленно абсолютно ты возишь этот вес возишь этого здоровяка по обычному асфальту по обычному городу это просто глупо в городе он кайфовый когда у тебя выпадает много снега и когда город весь не может передвигаться вот тогда эта машина прям в радость с таким расходом с такими габаритами с такой неуправляемостью в городе вообще не рекомендую то есть 2 3 машина да то есть она подойдет либо если вы живете в городе где очень плохие дороги либо же вы живете в селе в деревне тогда окей эта машина прям вам будет в радость каждый день потому что вы будете вот по таким ухабом скакать вот и все там еле едут там меняют ходовку там раз в месяц там что-то там до заезжать на истоху вы вообще забудете про так еще один минус это то что у него слабая рама в передней части есть конструктивная проблема и от добавления какого-то тюнинга лебедки какие-то силовые бампера там и так далее то есть вероятность того что у вас будет механическое повреждение рамы либо лонжеронов она увеличивается вот и кто-то там усиливает это все там сваркой работает вот ну в общем такое себе конечно вот и поэтому надо иметь то ввиду при постройке автомобиля либо когда вы берете уже построенный автомобиль лобовое стекло это расходник она вот такое скол я вам показывал просто получил на там 80 километрах получаю камень и на обычной машине он бы просто бы отлетел этот камень ударился и отлетел бы назад но здесь он попадает в стекло почти которая стоит под прямым углом и равно у тебя скол то есть лобовое стекло у тебя расходник поэтому будьте готовы платить в районе 7000 рублей за контракт на это это еще надо посмотреть как она вырезана без сколов ли она это расходник не скажу что это минус но просто надо быть готовым что у вас машина будет иногда заезжать к стекольщикам и вы будете менять стекло очень большой расход то есть в городе это там 16-20 литров но этого это много то есть вот просто съездил на русский остров покататься там провел там я не знаю часа четыре на острове возвращаешься в городе полбака нету ну то есть когда ты ездишь на гибридах для тебя это немножко непривычно нифига себе расход ты себе проговариваешь вот поэтому будьте готовы к бюджету то что вам нужно планировать своем бюджете месячном что вы будете тратить на бензин энное количество денег и это не маленько то есть это не витс не аква не приус и даже не гибридный краун там с 35 мотором но в принципе все то есть минусы как бы есть но сколько тебе радости приносит эта тачка какие у нее плюсы и плюсы это вот такие я думаю есть определенные периоды жизни где очень кайфово и радостно будет покататься повладеть таким автомобилем если у вас есть еще какие-то плюсы автомобиля какие-то минусы вы не понаслышке знаете это автомобильная пишите пожалуйста внизу буду ждать ребята ну что заповедники незамеченными не получилось у нас остаться приехали помощники егерей и сказали ребята здесь заповедная зона будьте любезны вот поэтому ну что ищем будем искать сейчас место для лагеря вот и уезжаем из-за этой замечательной бухты но я искупался водичка тепленькая ну как тепленькая градусов где-то 13 но по сравнению с яйвайской водичкой в море она тепленькая купаюсь круглый год вот ну что приключение начинается и на самом деле мне это нравится отец а это Здесь не сильный уклон. В тачке просто кажется так. Где японская безопасность? Субтитры сделал DimaTorzok Компания SferaCar предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания SferaCar. Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.